Всем привет! Сегодня мы собрались в проем. Я, Алексей Фомин и Алексей тоже как раз с Россией. Скоро тоже они встретятся в Соединенных Штатах и непосредственно в самой компании. Они тоже проведут очень много интересных встреч и много чего еще узнаем в ближайшее время. И Алексей тоже как раз с Россией озвучит некоторый очень важный момент, который сегодня произошли. Это вот подключили нам спримборд и вот это буквально у нас обновляется ежеминутно и непосредственно уже можете начать выбор того или иного товара нескольким параметром. То есть необходимо проанализировать, как этот продукт на рынке в каких позициях стоит, в каком объем продается и приблизительно ориентировочно посмотреть среднестатистическую цену данного товара и в каком объем продается. Мы, конечно, озвучим главный аспект, это вот как раз именно о чем вообще базируется наш проект и в чем является его самой главной целью в нашем бизнесе. Я, наверное, сразу перейду к некоторым вещам, поделюсь экраном, чтобы это коротко показать и люди, чтобы поняли, что все это работает. Скажите, если видно. Да, Ваня, видно. Видно, да? У нас самый главный фактор нашего проекта, это вот как раз возможность торговать именно на разных площадках, довольно-таки продвинутых в мире и непосредственно это вот без дополнительных инструментов на сегодняшний день начать продавать или иные товары довольно-таки очень сложно. Потому что существуют определенные требования для того, чтобы все это дело, как всегда, было под контролем и чтобы люди понимали вообще суть данного проекта. То есть сама цель – это инструмент, это практически возможность торговать как на полном автомате, так и на полуавтоматизации. То есть здесь будет очень много вариантов и это вот одни из тех больших, допустим, площадок, которые мы можем в будущем использовать для того, чтобы торговать на самих площадках Amazon, это eBay, Bonanza и ряд других подобных таких площадках. Еще главный момент – это научиться использовать инструмент и применять на практике для того, чтобы каждый человек освоил эту возможность. И вот это как раз ведет к успеху именно используя инструмент для того, чтобы человек сам двигался, развивался и понимал, как все это работает. Я могу сразу сказать, что составляющие MLM – это уже вторично. То есть здесь вот ребята, сегодня, которые мы собрались, это озвучат тоже. И в принципе надо осваивать, что это очень большой такой профессиональный инструмент, который даст возможность абсолютно всем. Ну а уже здесь, конечно, будет зависеть от обучения, от понимания всех этих вещей и двигаться по этой карьерной лестнице. Потому что постепенно мы будем изучать вхождение в данный бизнес, начиная с минимума, вот как, допустим, сегодня запустили Springboard, и понимание вообще рынка, продуктов, как все это происходит и как все это движется для того, чтобы это все освоить. Я сразу перейду коротко. Сегодня у нас из-за большого потока люди все начали разбирать те или иные товары. И принцип у нас довольно-таки здесь простой, на Springboard это как раз вот для того, чтобы люди все-таки столкнулись с коммерцией и поняли данные возможности. Если мы зайдем, выберем любой продукт, я вот выбирал данную единицу и, соответственно, тоже проверял на название. И вот оно у меня в Амазоне на данный момент, вот я смотрел, в какой ценовой политике он продается, в каком объеме. Немного проштудировал рынок. И принцип он довольно-таки очень интересный, как для нас, как для пользователей. А вот именно как раз просто посмотреть, вот данный продукт я выбирал, это такие ластиковые резинки, где-то около розничной цены 9,52, но для нас данная единица стоит 48 центов. Если мы выбираем галочку, что компания за нас осуществляет покупку и продажу, то есть это полная автоматизация, то еще берет за единицу 35 центов за осуществление данной единицы. То есть в итоге общий затрат составляет 0,83 цента на одну единицу. То здесь получается какая возможность. У нас вот на пакете 50 долларов даются возможности 15 продуктов. То есть на каждый продукт можно максимально набирать 15 штук. То есть набирая 15 штук, показывает общий объем затрат, нам ставят 12,45. И здесь вот нам сразу показывает розничную цену, которая торгуется на разных площадках. То есть это минимальная цена. Я вот, допустим, сразу вам покажу тренд просто пластик, то есть резинка. В Соединенных Штатах довольно-таки тоже такой вещь распространенная и очень многие используют как ученики разных, скажем так, университетов, институтов. Это очень много применяется, архитекторы и так далее. То есть это инструмент довольно-таки распространенный и является в тренде. То есть здесь какой-то небольшой подъем и, в принципе, я думаю, что данный продукт он довольно-таки реализуем. Еще один фактор проверить. Покажи, вот куда ты нажал на Google Trends, извини, я так вот влезаю. То есть ты зашел на сайт Google Trends и ты вставил вот это просто в поиск посмотреть. Ты можешь прокомментировать немножко, вот это интересно. Да, я вот захожу, просто можете забить Google Trends, выбирайте страну Соединенных Штатов, потому что Amazon, eBay и больше рынок мы, соответственно, будем осуществлять в Соединенных Штатах. То есть мы должны проанализировать полностью все штаты, которые, как говорится, могут использовать данный товар. И, в принципе, тут показ по всем регионам, то есть по каждому штату, какие штаты больше, допустим, заинтересованы в данном товаре. И вот мы можем, допустим, анализировать несколько ключевых слов по данному направлению и выявлять, какие ключевые слова являются более актуальными, более горячими. То есть здесь принцип простой, здесь просто надо применять дополнительные, можно еще ключевые слова, допустим, в зависимости от товара. То есть если это, допустим, для простой бумаги, то можно там, допустим, резинка для бумаги и так далее. Но это все надо делать на английском и, соответственно, смотреть приблизительно, какие тренды идут в этом направлении. То есть вот с 2004 года мы видим, что тренд как бы не спадает сильно, где-то держится на одном и том же уровне. То есть продукт интересен многим, потому что это получается запрос по ключевым словам именно через Google. Есть также, допустим, ряд других инструментов, которые показывают по тем или иным словам именно трендовые продукты. Это уже мы, наверное, покажем уже в следующий раз. То есть мы можем анализировать любое ключевое слово и показывать, какой у него тренд, использовать специальный софт. Вот тут есть у нас еще одна такая подсказка, то есть это Google Shopping. То есть мы просто забиваем тоже в интернете, в Google, Google Shopping. И вот я тоже здесь поставил данное ключевое слово. Вот мне показало данные, как говорится, продажи данного эластика именно, допустим, в 55 магазинах. И вот здесь идет сравнение, как говорится, минимальная цена. Вот мы можем на первую страницу перейти, чтобы посмотреть, какая вот минимальная цена. То есть начинается с 7 долларов разных, вот на eBay стоит, потом на другом магазине, опять на бананзе. На бананзе продается за 10.38. То есть мы можем проанализировать на тех или иных, вот тоже на бананзе, за 11.99. Просто переходим дальше. eBay, eBay, Target. На Target за 12.99. Мы можем вот так просто посмотреть, что цена неоднозначно всегда минимальна. То есть всегда тоже продается товар за более дорогую цену. В принципе, вот можете посмотреть, если мы пролистаем, цены, вот смотрите, 19-20 долларов. То есть по принципу вот данный продукт один и тот же начинает с 7 долларов, а уже, как мы видим, продается за 20. И вот конечный есть даже за 35-60 долларов. Ну и, конечно, тут уже базовые расценки, то это уже, как бы, минимальная расценка по доставке тех или иных магазинов. Нам, как бы, вот конечный результат вот этот. То есть в среднем цена может достигать до 30 долларов спокойно. То есть отсюда следует, что если мы, допустим, смотрим данный товар на eBay стоит, на eBay или на Амазоне стоит 7.90, то в среднем все равно он будет продаваться, как минимум, 15-20 долларов. И у нас здесь вы можете, выбрав 15 единиц, вписать, что, допустим, товар можете продать, там, грубо говоря, с наоценкой. Если тут нам предлагают за 9.52, то мы можем смело где-то еще на Киеве, как минимум, там, 5-10 долларов. То есть цена может быть 19-95. И непосредственно, когда вы убили, что ритейл прайс, то есть цена из штуки, единица продается за эту цену, вы хотите, то здесь уже выставлено количество, амазон, то есть компания, выставленный товар на Амазоне, сочтит продаж за вас и, конечно, когда будет заказ, она отправит за вас. То есть полная автоматизация. Но это вот конечный результат, который, в принципе, на Спрингворде будет для того, чтобы разобраться в итоге, как все это делать. То есть если вы на пакете 50 долларов, это 15 продуктов и 15 единиц. То есть в общей сумме 225 продуктов. Ну, еще один пример простой, чтобы понять, почему 48 центов и 35 центов. Ваня, извини, пожалуйста, объясни вот такое мнение, извини, пока мы не ушли с этой темы. Вот ты сказал 15 продуктов и по 15 наименований каждого продукта, правильно? Ты сказал 225. Можем посчитать, то есть, допустим, вот мы ластик купили за 45 центов с доставкой, потому что Финяй за нас будет все это делать, вот это все расчеты, все доставки, все дела. Там еще 35 центов, да? Получается, 80 центов у нас обходится с услугами, а продаем его за, допустим, 9 долларов, да? Ну да, допустим, если даже минимально его продают, 9.52, здесь надо учитывать, что вот мы 83 центов, грубо говоря, тратим, а есть дополнительные комиссионные, то есть это по сочлене продажи, как на Амазоне, eBay и ряд других площадок. Оставляет в среднем там где-то около 20% плюс-минус от площадки, да? Просто надо дополнительно еще ставить какую-то накрутку, потому что у нас есть, ну, допустим, 15, пускай будет, пускай до 19 долларов, да, потому что тут 4 упаковки резин. То есть, грубо говоря, если даже вот мы поставим, что чистые, пускай будут даже 10 долларов с единицы, то если 225 единиц, нажимаем на 225 единиц, то, грубо говоря, 2250 долларов. Но я, допустим, не беру... Ват, сейчас, секунду. То есть, грубо говоря, мы говорим о том, что человек подключился на 50 долларов на спрингборде, на Венфиняй, но задобрался тут немножко, как этот спрингборд работает, и он может с этих 50 долларов зарабатывать 2250 долларов, правильно? Да, но он должен в первую очередь ввести средства, да? Ну, это понятно. Подожди, подожди. Мы сейчас скажем, как это сделать. Я хотел именно вот акцент на этом сделать, что здесь есть товар, который компания нашла, который пользуется спросом. Он стоит 45 центов, плюс там услуги Венфиняй еще 35 центов, например, там есть формула, плюс услуги 15 процентов берет на себя Амазон за услуги за эти, да? Да. Мы говорим, что вот такая простая манипуляция, из 50 долларов это может превратиться за, допустим, месяц в 2000 долларов. Я так понимаю? Ну, в принципе, да, потому что человек покупает данный пакет, то есть он имеет возможность участия на данной площадке. А там уже каждый, как есть возможность, то есть, допустим, человеку есть возможность 100, 150, 200 долларов для того, чтобы попробовать эту коммерцию, то есть понять, как все это работает, какие возможности, да, для того, чтобы стартануть в этот бизнес. Это вообще, вот как на прошлой встрече ты с руководством, когда они озвучивали про Springboard, это вообще самая малость самого проекта, да? То есть это для вот тех, кто прикоснулся к этому бизнесу, чтобы понять, что такое коммерция, как она вообще начинается и какой цели, какой итог у данного, скажем так, бизнеса в итоге получается. То есть это как соприкоснуться к коммерции, да? То есть это понять этот бизнес, увидеть, что есть возможность купить за 48 центов. В итоге компания тоже зарабатывает за счет того, что она купила это все, предоставила, выставила на Амазон, потому что я сам проходил вот покупки продуктов в Китае, поставку в Соединенные Штаты для того, чтобы продукт выставить на Амазон и уже на автомате там его продавать. Я его, допустим, с доставкой, с коробкой, с логотипом, со всеми делами мне обошлось в доллар 40 центов. И принцип здесь практически то же самое. Здесь вот эта единица, нам обходится 83 цента. То есть товар таких тоже очень много. И в итоге я, допустим, свой личный продукт продаю за 14.99. Здесь принцип такой же. То есть мы покупаем за 48, плюс комиссионный Infinii, плюс, допустим, комиссионный Амазон или eBay будет брать. И в итоге вот у нас исчисляет ценная сумма чистого дохода с каждой единицы, то есть с каждой продажи. Я, как все, когда мы проходили регистрацию, то есть нет гарантии 100%, что вот все продукты, которые человек возьмет, 225 продадутся. То есть исходим из того, что все равно хотя бы до половины товара продастся, то это уже как минимум около 1000 долларов чистого дохода. Это уже плюс. А если даже треть товара продастся из того, что мы зарезервируем, это как минимум 500 долларов. То есть если человек взял пакет 50 и плюс вложил, допустим, около 150 долларов, это затраты 200 долларов. И если он осуществляет общий объем продаж на 500 долларов, то он уже в плюсе. То есть он уже соприкоснулся с коммерцией и начинает понимать, как все это функционирует. Дальше задача – это как раз дальнейшее изучение инструментов, которые приведут к тому, что каждый начнет именно торговлю на Амазоне, на eBay, на Бананзе. То есть тут у нас возможности просто колоссальные, потому что об этом можно рассказывать часами, и сам функционал, допустим, Infinii будет очень интересен, потому что он будет объединять здесь на данной площадке сразу, допустим, вот 4 площадки. Это Amazon, Бананза, это eBay, это Shopify. То есть это одни из площадок, которые мы сможем синхронно, делая одну и ту же работу, получать возможность торговать на 4 площадках. Это что означает? Это означает, что мы имеем возможность выставленной 1 единице товара и иметь сразу на 4 площадках. То есть наш шанс продажи увеличивается в 4 раза, потому что на каждой площадке есть свой трафик, есть свой клиент. Таким образом, используя данный инструмент, мы именно обучаемся осуществлять продажи, то есть обучаемся использовать инструмент. Потому что на сегодняшний день торговать без инструмента – это очень, скажем так, неправильно, во-первых, и это приводит к, допустим, таким вещам, которые ряд партнеров сталкиваются на пути использования, допустим, или на старте обучения торговли на таких площадках. То есть вот такой пример, как все это работает. Вань, а можно практически вопрос? Вот, допустим, сегодня сейчас я посмотрю, как мы все это делаем, и я сяду и начну выбирать товары на спрингборде. Есть какая-то рекомендация, как наценку делать? Вот, вот, а откуда ты взял цену, например, 19.95? Ну, я вот, вот, я, допустим, как выбрал. Я вот взял само название, ключевое слово. Несколькими вариантами я пробил, как на Амазоне, да, то есть мне выскочило несколько вариантов разных подобных предметов. Вот разные вот тут резинки стоят подобные. Я смотрел по цене, и, в принципе, сколько продается, да, допустим, именно через данный, именно как раз продукт. И, в принципе, довольно-таки, скажем так, количество именно товара, продающегося на данной странице, допустим, вот на этой единице было продано 5 штук, то есть 40 долларов дохода. Здесь, как бы, не сама вот именно вот эта данная единица, потому что подобных товаров, вот тут у нас ниже, вот у нас есть подобные вот товары. И вот данная программка, она сразу у нас сканирует, какое количество вот продалось на тех иных единицах. И, в принципе, здесь вот, как я вижу, есть вот товары подобные за 5.97, то есть продалось более 2 тысячи единиц. Есть за доллар, есть за 5, есть за 4, есть за 10, есть за 3 доллара. То есть вариантов много, просто переходить из одной страницы на другую и смотреть ценовой политик. Тут еще надо смотреть, что вот в нашей упаковке 4 упаковки, и вот как раз через Google оно дает более четкое понимание, какая тут вообще минимальная цена, да, и какая вот максимальная. То есть начинается с 7 долларов, у нас в бэк-офисе стоит за 9 долларов. То, в принципе, я вот взял накидку, как обычно делаю торговлю сам на Амазоне, то, в принципе, я накручиваю где-то 50% дохода на единицу. То есть в этом случае у меня учитывается в таблице минимальная цена, то есть сколько она мне обходится, и сразу рассчитывается налог, все дела, комиссионные, доставка, и плюс 50% сверху. То есть казалось бы, что цена возрастает практически в 2 раза, и я вот когда начинал, я сомневался, что реально будут продажи. А на самом деле получается, что продажи происходят, и в принципе здесь не так сильно зависит как раз, что начинающая цена 7 долларов, а там уже вот есть другие по 20 долларов. То есть в принципе именно такое, посмотреть на Google Shopping, на Amazon, можно также сравнить на eBay, то есть посмотреть среднестатистические цены, и в принципе данные, как говорится, единицы сравнить, и какую ориентировочную сумму вы хотите выставить. То есть приблизительно вот таким образом. Потому что тут не обязательно падать по цене, и убивать всех ценой своей, да, там не низкую цену, потому что когда Amazon, они делают ротацию какую-то, выдают к выдаче какие-то средние, ну постоянно кого-то выдают, да? Да, конечно. Тут вот даже есть вот цены, которые 1 доллар 99 центов, это вот если, допустим, проверять это у продавца, это реально люди, которые из Китая поставляют, и непосредственно используют именно площадку Amazon, он как, скажем, такой трамплин получения клиентов, да? На самом деле товар не размещен на Амазоне, а именно в Китае. То, конечно, производители, допустим, зачастую получают определенную долю людей, именно покупатели, получается, но тут есть некоторые факторы, это по время доставки данного продукта, потому что если цена дешевая, это не означает, что вот все покупают за 1,99. В Америке и на Западе вообще люди привыкли к быстрой доставке, то есть 1-2 дня, максимум, там, допустим, 5-6 дней, то есть неделя, а обычно, если это из Китая идет, это идет 2 недели и выше. Здесь вот можно встретить, как именно людей, которые из Китая продают, так же и нормальных продавцов, которые продают это и по 10, и по 15, и выше долларов. То есть это не ограничение и как бы не показывает то, что вот именно реально вот продукт продается именно только за 1 доллар, да, или за 7 долларов. Такого нет. Вот приблизительно по вот таким параметрам я вот, допустим, определяю, но есть куча тоже софта, да, которые помогают это определить и, соответственно, посмотреть, в каком диапазоне данный продукт продается. и, как говорится, сделать небольшой анализ. Приблизительно таким образом я это делаю. Так. Я понял, Ваня, ответил на вопрос, просто посмотрел на цены, на средние такие, сделал ценник, я понял. Ничего сложного. Вот, я для себя, знаешь, какой, вот пока ты рассказывал, что я для себя понял, у меня вообще ум за разом заходит по поводу, почему, то есть я даже не понимал, как кому эти ластики нужны, кто их покупает, или там на спрингборде, там эти прищепки для волос, для девочек. Я думал, неужели на этом можно деньги делать? То есть для меня это вообще, у меня переворот сознания просто. Потому что, получается, сетевые компании, они придумали какой-то крем лица там один, да, придумали там 5 номинований. Вот целая компания толкает эти 5 номинований и пытается из этого сделать миллиардный бренд. А тут, оказывается, в руках у нас миллиарды, миллионы, триллионы этих товаров, понимаешь? Мы можем, мы свободно выберем, что мы, ну, в общем, может прокомментируешь это, я чуть-чуть немножко даже, но ты понял, куда я кламяю. Ну да. Не, ну на самом деле, каждый день в обиход многих людей, люди используют только очень много вещей разных. То есть это как начиная нормально с завтрака и заканчивая вообще вечером, когда люди в душе и спать. То есть на всем пути, то есть с утра до вечера, сказать, человек сталкивается с теми или иными предметами. То есть это начиная от красоты, от гигиены и так далее, заканчивая ежедневно бытовой такой части. И все это используется на сегодняшний день. Потому что, ну, без этого мир практически уже, как говорится, трудно будет отучить. Это равносильно, что скатится, наверное, в каменный век и не использует все это. То вот это, да, на самом деле рынок, если посмотреть в любой магазин, зайти в большом городе, то все эти товары продаются и довольно-таки в большом количестве. Обычно еще делают какие-то заманиловки на Западе, если вы заметили. Проходя мимо кассы, выставляя такие разные стендики, и все там дешево. 50 центов, 1 доллар, 1 евро. И все вот это, как говорится, хозяйка, когда уже ее, скажем так, вся данная коляска уже забита разными, скажем так, товарами, там, как говорится, для себя, для дома, там, для еды, то вот подходя даже к кассе и видя вот эти дешевые товары, там, за 50 центов, за долларов, они просто закидывают, ну, 1 доллар, это недорого, да, то есть это немного. А на самом деле 1 единица может стоить там вообще 5 центов или 10 центов. То есть на этом делают очень большие деньги. И если взять вот эту совокупную, весь, скажем так, вот эту торговлю, всю торговлю именно как на земле, так и в интернете, она составляет, ну, очень большие деньги. То есть в среднем статистическом, там, наверное, во всем мире, это где-то десятки триллионов долларов. Такие мелочи, которые составляют вот ежедневную торговлю, начиная там с субочисток и заканчивая, я не знаю, всяких аксессуаров, там, автомобилей и так далее. То есть это вот то, что человек сталкивается ежедневно, вседневно, везде, находясь хоть дома, хоть на улице, хоть у себя в огороде, хоть на рабочем месте, даже вот компьютер, планшет и все вот это, iPad-овский кабель, всякие вот такие, допустим, обвертка, вот это на iPad, это же тоже все, как говорится, продается на ровном месте. И вот это и есть наша возможность, то есть научиться, используя данные инструменты, торговать и на этом зарабатывать средства. Именно как раз не завися от построения сети, а как раз именно научиться правильно это использовать. Если это правильно сделать, то у вас тогда будет дубликация сети. Это самый главный момент. И мне кажется, вот акцент мы должны делать именно на этом, потому что, чтобы не было как сарафанное радио, тут сказали, что 50 долларов, только купи пакетики, и тут что-то за тебя компания сделает, что-то за тебя там, как говорится, продаст, что-то отправит и, в принципе, будем зарабатывать по 10 тысяч баксов. Нет, на самом деле сам спринборд, это прикоснуться к торговле, а основное, вот как раз это переход, освоение этих площадок, потому что сам инструмент дает эту возможность, а это надо, как говорится, на собственном примере, все это осваивать и все это внедрять. То есть надо будет пошаговая работа с каждым человеком, для того, чтобы всему этому научиться. Ну, я понимаю, что, может, не все освоят, люди все разные, говорится, всех не заставишь и всех не научишь. То есть здесь будет реально, то есть кто поймет это, то кто будет действовать, кто не захочет, ну, это его проблема. Ну, это как в любом деле, знаешь, это... Я ребенку купил два велосипеда, понимаешь, он на них вообще не катается. А другому ребенку купили велосипед, он и мой друг, да, он стал чемпионом Европы по велогонкам, понимаешь, то есть настолько ему нравился этот велосипед. Вот, мне понравилось, как сегодня Алексей озвучил тему, что мы вообще даже людям продвигаем не бизнес, да, не MLM бизнес, да, а новую профессию. Вот, может, Алексей разобьет вот эту тему, Алексей, может, ты хорошо так начал не говорить, это тут свои мысли. Да, всем привет, друзья, с Новым годом. Я слушаю вас, и вот просто мне очень нравится, Ваня, как ты подаешь контент. Я хочу сказать следующее, что, конечно, то, с чем мы прикоснулись сегодня, это для нас, по нашей ментальности, русскоязычного человека, немножко неизведанный, скажем, такой аспект. Почему? Потому что культура потребления стран развитых, ну, которые идут впереди, да, нас, Европы, Америки, она на пятом или шестом уровне в отношении нашей культуры потребления. А если мы будем говорить про цикл развития интернет-коммуникации, интернет-потребления как такового, то Америка находится на шестом цикле, а Россия переходит на второй цикл потребления. Что это говорит? Это говорит о том, что сегодня мы с вами все живем в мире информации и времени, что сейчас за короткий промежуток времени проходит в десятки, десятки, десятки раз больше информации. Соответственно, чем развитее страна, тем меньше времени на обработку информации, тем меньше времени на какие-то обычные, обыденные дела, тем выше рост электронной коммерции, выше рост потребления в интернете. Это говорит реальная статистика, это говорит вообще реальное поведение населения, людей. И, конечно, я понимаю всех вас, дорогие партнеры, что сегодня у каждого стоит в голове вопрос. Как говорится, у нас, как всегда, два вопроса, доколе и какого. Но здесь вопрос очень простой, что нам дается возможность выйти на рынок сформированный, уже рынок его не нужно формировать, он уже сформирован годами. И поучаствовать в этом рынке, имея инструмент, отработанный инструмент, конечно, нужно будет в этом аспекте обучаться. И почему я перед тем, как мы начинали эту встречу, говорил с коллегами, с партнерами о концепции развития новой профессии, профессия третьего тысячелетия. В принципе, я так и буду позиционировать свой посыл, свой месседж для холодного клиента. Концепция профессии третьего тысячелетия как раз-таки говорит и о том, что на сегодняшний день все больше и больше новых профессий появляется в интернете. В том числе это все, что касается обработки информации, все, что касается продажи услуг, все, что касается продажи консалтинга, продажи информации, в том числе и консультирования, в том числе и консультирования продаж. И, конечно же, нужно относиться к этому проекту не как к проекту «найди двух и получишь, как говорится, миллиард». Нет. В первую очередь, ребят, нужно к этому проекту отнестись как к новой профессии. Вот вспомните себя, когда вы приходили на свою первую работу, когда вам в те годы давали наставника, ну где-то, может, и сейчас наставничество еще практикуется, но когда давали наставника и говорили, вот тебе 90 дней испытательный срок по законодательству Российской Федерации – 3 месяца. И вот тебе за 90 дней нужно обучиться, четко разбираться в технической документации, если это техническая специализация. Если это не техническая, изучить основы, какой отдел за что отвечает, какие твои персональные и должностные обязанности, что ты должен делать. И после испытательного срока ты, в принципе, задаешь какую-то отчетность, либо какой-то вступительный экзамен уже в вхождение в должность. Вот здесь, в принципе, то же самое. Здесь не нужно изобретать велосипед и не нужно жонглировать, когда вы едете на этом велосипеде 15 теннисными шариками. Это достаточно все просто. Но к этому самое главное – нужно отнестись как к новой профессии. И наша задача, задача каждого человека, который себя позиционирует с этим бизнесом, с бизнесом Infinii, передавать информацию своему партнеру, только исходя из глубочайшего и высочайшего уважения, чувствуя себя в роли наставника. И нужно передавать максимально, ну я бы сказал так, как бы попроще слово подобрать, максимально гигиенично эту информацию. Потому что мы можем, конечно, сейчас вам рассказать, как строится этот бизнес. И я могу даже свой случай привести буквально там до Нового года, который у меня произошел. И сколько инструментов вообще в этом рынке электронной коммерции существует. Их просто не счесть. И чтобы всеми ими пользоваться, нужно платить не одну тысячу долларов в месяц, чтобы пользоваться всем инструментарием на самом деле. Но компания Infinii, которая отработала уже определенные алгоритмы, в принципе, дала нам возможность уже оградить себя от тех ошибок, которые мы можем сделать, не используя эти инструменты. А вот в моем случае, приведу конкретный пример, до Нового года я торговал елками. Новогодние елки, рождественские. Ваня вот улыбается, мы с ним этот путь прошли вместе практически. У меня ее купили. Но оказалось так, что девушка из Нью-Йорка, которая купила у меня эту елку, не оставила контактные данные. Она не оставила свой номер телефона. Она оставила свой шиппинг-адрес, но номер телефона не оставила. Соответственно, у меня нет инструмента контроля мониторинга цен. Я знаю, где эта елка продается, я знаю, где ее купить. Причем я не использую контракты в Би, я не работаю напрямую с контрактом с Китаем. У меня нет 5000 елок, которые у меня продаются на Амазон. У меня есть конкретный поставщик. В данном случае это был Волмар. И что происходит? То есть происходит следующее. Проходит один день, я написал письмо этой девушке с просьбой, пожалуйста, оставьте ваш контактный телефон, потому что мне нужно шиппинговой компанией оставить ваш телефон для отправки вашей елки. Она не отвечает. У меня на глазах эти елки начинают таять, потому что Рождество, потому что елки разбирают просто как горячие пирожки, и остается практически три елки у моего поставщика. И я одну держу на резерве, причем не закрывая окно, а держу на резерве и пишу ей в онлайне второе письмо, затем третье письмо. И вся эта история длится. Потом происходит следующее. Елка просто-напросто заканчивается, девушка не отвечает. По условиям Амазона, если ты затягиваешь с поставкой, то, соответственно, ты можешь попасть в очень плохую историю. Что это говорит? Это говорит о том, что у каждого продавца есть своя история. И, соответственно, вот этот нюанс может отразиться на твоей истории, которая не позволит с твоего аккаунта потом хорошо торговать. Ты сразу по рейтингу будешь в низах находиться. И мне пришлось, ну, собственно говоря, пожертвовать этим опытом и отказать эту сделку, то есть сделать ордер. Слава богу, что в Амазоне ведется история переписки. И, в принципе, они могут увидеть, что я неоднократно оповещал своего покупателя о том, что нужно оставить шиппинг данным. Так вот, эта ситуация, она возникает как раз из-за отсутствия инструмента. Инструмента мониторинга цены и инструмента разносторонней продажи. Ну, то есть, что значит многоплощадочной продажи. Вот Infinii это имеет. И для нас, для всех партнеров, архив важно, конечно же, разобраться в понимании самого процесса. Но здесь, если мы будем подходить к специализации, вот понимание этого процесса к специализации, как построение MLM бизнеса, то это будет один берег. И у этого берега будет один результат. Но если мы будем исходить изначально из обучения, из донесения до каждого партнера, что, ребят, это реально новая профессия, у вас реально есть возможность ее получить и передать ее максимально открыто вашим партнерам. И представляете, когда по полочкам разложена информация, очень четко и корректно укладывается у вашего партнера, и он просто при вас это все проделывает, то с каким... И он получает результат. Да, вот он купил там эти пластики, ластики за 45 центов, а продал за 9 долларов, а купил он их там 225 штук и заработал там ну, тысячу долларов, к примеру, в неделю. Представляете, с каким он захлебом будет рассказывать эту информацию своему другу, товарищу или родственнику. Это совсем другая тема уже, совсем другая подача. И я хочу сказать, что, конечно, есть большой ажиотаж среди всего этого. Я хочу еще раз каждого партнера поблагодарить за то, что вы на самом деле приняли решение идти в этот проект и делать большие ставки на развитие этого бизнеса, но я хочу поблагодарить каждого за вашу выдержку и за способность слышать, потому что мы видели, что уже начинались определенные волнения, мы видели, что люди начинали говорить о том, что вот что-то непонятное, мы купили эти пакеты, что с пакетами делать. Ребят, вот мы вам просто-напросто, вот я лично очень сильно благодарен своей команде и всем, кто пошли со мной, потому что все, что будет впереди, это будет вас очень сильно развивать, это будет вас очень серьезно продвигать. И поверьте, здесь на сегодняшний день в бизнесе собрались действительно профессионалы, как профессионалы сетевого маркетинга, так и профессионалы интернет-маркетинга, так и профессионалы электронной коммерции. И наша задача вот в этом проекте объединить все наши опыты, навыки, знания, упаковать это очень профессионально в виде профессионального продукта по обучению и передавать каждому из вас. И для этого мы сегодня инвестируем свое время, свои деньги и свои соответственно знания. Но если мы будем относиться к этому как продукту массового потребления, который нужно сегодня взять, купить и продать, сразу говорю, этот бизнес не будет работать. Почему? Потому что это намного больше, чем продукт. Это намного больше, чем просто взять, купить и думать, что у тебя все на автомате будет. Нет. Здесь нужно реально понять. И для этого еще раз говорю, что мы будем максимально способствовать этому, потому что в интересах каждого из вас вот просто в интересах каждого из вас рассказать, как писать этой ручкой. Потому что всегда мы были, когда-то мы были детьми, которые брали впервые в жизни эту ручку. И этой ручкой мы начали строить свою жизнь. Мы в самом первом детском садике нарисовали первый рисунок. В школе мы написали первую букву. В институте мы написали первый диплом. И тому подобное. Вот надо отнестись к этому именно как к ручке, которой нужно научиться писать. И научить своих партнеров тоже писать. Поэтому, друзья, обалденный бизнес, безумно интересный и очень прибыльный. Потому что каждый год рынок электронной коммерции в среднем растет на 4,5-3%. 4,5-3% в год прирост этого рынка. И он будет еще больше расти. И вот представьте сейчас с приходом русскоязычного населения, а нас на сегодняшний день 300 с лишним миллионов. Это 300 с лишним миллионов потенциал рынка среди партнеров, которые фактически за счет этого инструмента могут войти в этот рынок. то есть 300 миллионов из 7 миллиардов это очень интересная цифра, которая может увеличиться на общей картине электронной коммерции. Поэтому я считаю, что здесь мы в очень правильном месте, с очень правильной командой, и все вы замечательные и многоуважаемые мной люди уверен, что разберетесь в этой теме. Но самое главное, ребят, просто наберитесь терпения, и самое главное, отнеситесь к этому как к новой профессии, как реально к новой профессии. Инвестируйте свои силы, инвестируйте свое время для того, чтобы разобраться. Спрашивайте своих лидеров, спрашивайте своих партнеров, не стесняйтесь, задавайте все вопросы в нашей группе, в группе Алексея, в группе Ивана. И мы 100% уверены, что мы просто покажем, что такое электронный рынок. Потому что такого в принципе на сегодняшний день в мире нет. В мире есть много инструментов, но инструмент, который реально работающий на растущем рынке и подкрепленный MLM структурой, такого нет. Леш, спасибо большое. Мне понравилась твоя история про елки. Был бы прикол, если бы эта женщина вернула бы елку после Нового года. Что самое интересное, что самое интересное, я только сделал отмену заказа, я Ване даже написал, буквально через 15 минут мне пришло уведомление, что она появилась. Она появилась на Walmart опять снова. Ну, в общем, ладно. Была такая история, да. Поэтому... Слушай, Леш, я с тобой согласен, я очень быстро Ване хочу задать вопрос. Вань, когда заходишь на сайт, там есть спреймборд, там разные опции есть, разный выбор. Ты немножко можешь быстро рассказать, какие там виды, категории есть? Да, там есть несколько категорий, это как раз предпоследние, это как раз то, что вы зарезервировались, нажмете, вы увидите весь товар, который вы зарезервировали, это крайняя правая, средняя, это вот как раз весь товар, который находится, ну, а две вот крайние, левые, потому что сейчас сайт немножко зависает, и получается, что проблематично, как говорится, это посмотреть, потому что все, наверное, ринулись сейчас выбирать, сравнивать, и в принципе, вот как раз по прайму я бы так понял, что это возможности, количество, которое мы имеем возможность резервировать, а репортс, это, видимо, все те товары, которые будут в ближайшее время реализованы, наверное, там будут отображаться, но как раз вот средняя, это как раз где все продукты, и крайнее право, это репортс по резервированным единицам. Вань, пока ты это отвечаешь, смотри, то есть получается на пакете в 50 долларов человек получает 15 продуктов, по 15 штук каждый, то есть это 225, на пакете за 150 человек получает 30 продуктов по 15 каждый, да? Да. Итого 400, да. Ну да. Плохо с ней, подружим. Вот, и получается на пакете в 400 долларов человек получает 60 продуктов, по 15 каждый, да? Но это объем солидный такой, серьезный. Это серьезный за 100? Да. То есть это... То есть там можно заработать в живую ею. Ну, здесь, как говорится, основной будет момент, чтобы люди в первую очередь соприкоснулись с этими, чтобы разобрали вот эту возможность, то есть как это на самом деле происходит. Я вот уже на предыдущих с тобой встречах мы показали, что вот, допустим, там была такая штука для сна, да, включает, и там дождь идет. Она в Китае стоит 35, 65 центов, в Walmart стоит 19,99. Я, допустим, продавал ее именно как раз на Амазоне где-то в среднем около 45 до 55 долларов, то есть среднеценовая политика. У меня даже был один клиент, который заказал 5 штук сразу. Я так странно посмотрел, может это новогодний какой-то подарок там своим знакомым, я не знаю. Ну, в принципе, вот такая вещь произошла. И вот на таком примере вот здесь у нас все это будет происходить по такому же примеру. Дальше уже, конечно, вот как и Алексей сказал, то есть освоение этих инструментов и, в принципе, я могу сказать, что это практически как профессия. Тут направленности очень много. Возможности как делать дропшиппинг, также делать полуавтоматизированную всю эту работу можно делать вообще в итоге, когда человек осознает сам рынок, поймет, как все это происходит, как весь этот товар реализовывается и в итоге может прийти к такому, что он даже сам сможет купить это с Китая за, грубо говоря, доллар, поставить в Амазон и полностью автоматизировать этот процесс. Я, кстати, тоже была... В нашей компании об этом ты говоришь, как раз эта площадка Marketplace, она после Нового года, который будет, она это и позволит людям делать. У кого есть выход на хорошие, дешевые товары, которые они могут продавать, то есть это они могут сделать, получать на этом комиссию еще от самой компании. Джейсон тоже говорил. И там как раз вот этот момент тоже получается в итоге, что вот использование ряд, которые возможности у нас будут, у людей уже начнется какое-то понимание всего этого. И вот уже на практике люди все-таки уже будут осознавать и понимать, насколько этот рынок большой, и вот как раз все это принимая за возможность, человек обучится и будет дублицировать к примеру допустим своего наставника, изучая все это детально, пошагово, как все это правильно проходить и постепенно вот как говорится начать понимать. На самом деле понятно, что все на английском, это вот изначально сложно понять, а вот когда ты уже освоился с бэк-офисом, с Амазоном допустим, ты уже свободно гуляешь по нему и знаешь, что где находится, где чего посмотреть, где ответить, где, как говорится, посмотреть отчетность или все вот эти детали, вот эти очень важные такие вещи. Кстати, вот у Алексея тоже был проблем с елкой, у меня тоже была проблем с елкой, это не единичный вариант, у меня был больше проблем, чем у Алексея, у Алексея это только первая такая, скажем, ситуация, это вот реальность того, что вот когда человек не использует инструмент, а я вот даже столкнулся с такой проблемой используя инструмент, когда я начал торговать, прошло определенное время, я только потом начал понимать, что вот Соединенные Штаты сами по себе страна тоже большая и вот есть часть Аляски. Это тоже получается, вот если посмотреть по карте, она сверху Канады и в принципе там доставки либо по воздуху, либо по морю, да. Я вот думал, что, ну, Аляска, Аляска тоже, Америка в принципе, что там им отправить эту елку, я думаю, что быстро дойдет. Я заказал человеке елку, я через Walmart тоже осуществил заказ, она у меня висит день, второй, третий, четвертый, я поставил как раз на праздничные дни там максимально по дате там 6 дней обработку данного заказа и еще столько же у меня есть приблизительно для того, чтобы отправить этот товар, то есть именно доставки. У меня вот это время уже проходит к концу и я вот в Walmart пишу одно письмо, второе, ну, соответственно, в ожидании, в ожидании, в ожидании, и все никак не может пройти. У меня как бы тут мысль такая сразу посетил, говорю, этого с Аляски, он не мог пойти в лес срубить эту елку, ему было бы дешевле, потому что сама Аляска получается, это как Сибирь, елок там много и, говорю, заказывать аж с материка получается елку. И когда вот ты понял, что вот надо выставлять тоже определенные ограничения, что вот коммерция вот только на территории Соединенных Штатов, вне, скажем так, за те территории, которые проблематично доставить, это, конечно, вот тоже накладывает определенный опыт и понимание. Ну и, соответственно, потом ты выставляешь опции для того, чтобы, допустим, не отправляем на военные адреса, не отправляем, допустим, на Аляску или, допустим, там в Соединенных Штатах есть такие адреса ПО. Вот такие вещи, они вроде как мелочные, но из всего вот этого составляется весь бизнес. То есть понять, где ты находишься и столкнуться практически вот с другой страной, с другой цивилизацией, с другими, скажем так, с другим менталитетом, с другими пониманием вещей. И это вот настолько вот этот опыт просто так за пять минут не передать. Это вот надо реально столкнуться с этим и на практике, как говорится, все это ощутить. то есть это не единичные проблемы даже, которые вот на своем этапе человек будет проходить и все это видеть и делиться этими, скажем так, потом. но опять же я хочу добавить, Иван, что на самом деле компания Infinii в принципе закрыла, я бы так сказал, ну 90% основных проблем, с которыми может столкнуться новичок. и только 10% это, скажем, те проблемы, которые по сути, ну мы уже докрутим, как скажем, каждого партнера и передадим те нюансы, которые стоит учитывать в том же Google тренде, то есть когда выбираешь позицию посмотреть, ну вообще ликвидна она на рынке или нет, она вообще когда-то продавалась или она вообще никогда не продавалась. Но я думаю, что даже в список Infinii товаров на Springboard уже не попадают те товары, которые в принципе не ликвидны. Потому что все равно... Они, как сказал Джейсон, они у них робот стоит, они все это заранее все это обсчитывают, и они не берут даже такие товары, которые не нужны. А кстати, ради прикола посмотреть на Google тренде, какая сейчас динамика покупок елок. То есть мы, наверное, увидим, что там ноль, да? Ну сейчас, наверное, идет падение. Потому что сам такой ажиотаж был, грубо говоря, где-то до 25-го, после 25-го пошел спад. Это сразу видно. А ты можешь просто реальность показать, потому что ты показал график, как идет стабильные покупки, да? Просто это было бы интересно, посмотреть, что вот раз, какой товар, сезонность, например. Это вообще удивительная вещь. Ну можно, в принципе, сейчас... Просто ради прикола посмотреть. А я пока хотел, пока ты это открываешь, то есть получается, у нас есть люди, которые сейчас себе купили временные аккаунты, то есть не купили, а на пакет 10 долларов зашли, в ожидании, когда будет Springboard работать, да? То есть мы всем таким ребятам скажем, что Springboard работает сейчас, значит, вы можете сделать апгрейд на 50 долларов, начать уже им пользоваться, сообщите всем своим партнерам, вот, то есть если вы хотите начать двигаться на рынке электронной коммерции и уже начинать вот с нами здесь, на этой нише зарабатывать деньги. Вот, то есть по сути бизнес уже 100% запущен, давайте еще раз это проговорим, пока Ваня открывает. То есть сайт работает, деньги выплачиваются, то есть уже первые люди получили комиссионную, то есть там было несколько тестовых выплат, люди получили деньги. Следующий момент, фонд работает, то есть вы уже сейчас полностью бизнес функционирует, вы можете уже во всю начинать выдвигать. Алёх. Что ты говоришь, Лёш? Я говорю, хочу подтвердить, что деньги мы получили, деньги работают, кабинеты работают, ну в смысле инструмент зачисления денег работает. Я это подтверждаю, потому что я лично, это у меня на аккаунт пришли деньги. Что самое тоже интересное, что мне нравится, ну я технический человек по первому образованию, инженер-программист, мне нравится подход ребят, основателей компаний и в том числе управленцев в плане современности ведения бизнеса. потому что все мы прекрасно знаем, что без системы ни один бизнес построить невозможно. И то, что мы сегодня видим с вами, вот тот кабинет и тот инструмент, с которым мы работаем, даже в том спринтборде, он, это бета-версия. Мы, я, Иван, Алексей, увидели новую версию, которая будет буквально доступна с момента, наверное, открытия, я так понимаю, которая сделана на супер-ультрамодной платформе, с точки зрения технического аспекта, я сейчас говорю, которая максимально быстро работает, то есть нету вот таких каких-то зависаний или там что-то связанное с какими-то простоями, и очень современно она структурирована, то есть очень понятно, информативно и очень приятно для работы эта система. Ну вот, я как раз подготовил на Google+, сейчас я поделюсь экраном, да, чтобы вы увидели, скажете, если видно, да? Да, видно. То есть я поставил 90 дней, то есть вот здесь заходим, да, Соединенные Штаты, Крисмас, и 90 дней, и как мы видим, вот с ноября пошло-пошло, декабрю всплеск, и вот начало декабря, прям взрывная волна, потому что, получается, их праздники начинаются 25-го числа, и, в принципе, к этому времени на спад уже приближение к январю, как мы видим, уже этот тренд дошел к концу. То есть вот так мы можем, в принципе, наблюдать за любым ключевым словом, допустим, еще можно на будущее вооружаться такими стратегиями дополнительными, тоже мы будем разрабатывать в плане возможностей на будущее, то есть узнавать, когда у них там праздники, какие товары горячие идут, заранее готовиться, и непосредственно максимально использовать данную возможность, потому что здесь вот этот всплеск такой на график, он реально показывает, что интерес людей, как раз в Соединенных Штатах, на этот промежуток времени очень высокий, то есть реально товар продажи, наверно увеличивается там в десятки раз больше, чем от обычного нормального дня, вот это есть как раз пример того, как все это происходит на практике. Ваня, а можно поставить за прошлый год статистику, чтобы увидеть, что в прошлом году было? Да, можно. На самом деле это интересно, почему? Потому что, казалось бы, да, елка, но купил ее и надолго, нифига, елка покупается каждый год практически, причем в таких количествах. Ну тут и есть только за общий тент, то есть за две... Количество елок растет по продажам, смотри. Отличная картинка, которая показывает о том, что, ребят, несмотря на то, что Новый год каждый год и елку покупают каждый год, ее все равно... Смотри, одна и та же статистика каждый год, смотри, какой прикол. Но она все равно в растущем тренде, кстати. Ну да, но она каждый год одно и то же, то есть, представляешь, какая ниша, да? То есть, вот я только за 2014 выставил, то есть целый год и вот октябрь месяц, с октября начинается вот эта шкала. И, в принципе, грубо говоря, вот декабрь месяц, да, и потом бум, и вниз. То есть, это вот один из примеров. Это только по елке, да. А таких трендовых товаров сезонных, их очень... Ну это любой товар можно, в принципе, найти ключевое слово, то есть, будет и отдельно, допустим, обучение того, как... Понимаете, этот рынок через ключевые слова для того, чтобы анализировать приблизительный, скажем так, объем запроса и непосредственно также можно смотреть, как на Амазоне, на ряд других ресурсов, вот на Google Shopping тоже можно будет анализировать, какой вообще объем и как с этим дальше, как говорится, на практике применять для себя и, соответственно, на этом зарабатывать большие деньги. потому что здесь вот этот пик, тут люди сделали просто десятки, сотни тысяч долларов на ровном месте, то есть, за какой-то, допустим, промежуток месяц продажа в Китае 5 тысяч экземпляров стоят 10 долларов, ребят, представляете, да? И это все продается, это все продается регулярно, то понимаете, какой это рынок. Вообще фантастика какая-то, я вас слушаю, то есть, я, кстати, зашел сегодня утром на спрингборд и там были новогодние подарки, типа какой-то там в списке есть, типа свечки какие-то новогодние, я смотрю на первую страницу, все товары разобраны, а вот эти новогодние свечки чего-то уже никому не нужны, понимаешь? Я понял, что это надо будет на следующий год закупку делать. Ну да, оно срабатывает по принципу логики, то есть, то, что вот на сегодняшний день происходит, вот праздники заканчиваются, то есть, эти вещи уже не нужны, то в принципе, они уже практически закладываются на следующий год. Но это как раз и будет на будущее обучение, пройдя целый год, выявим все те праздники, которые являются трендовыми, выявим те или иные товары, которые являются трендовыми, которые дадут возможность понять этот рынок, насколько колоссальны эти возможности, то есть, на вот эти трендовые, скажем так, праздничные дни, выжимать по максимуму, а уже, как говорится, остальное, весь рынок нужно будет исследовать немного в другом ключе и понимать, как вообще, что интересно сейчас людям, что продается, в каком количестве, анализировать все и, в принципе, наперед уже планировать некоторые, скажем так, заделы на будущее, которые будут давать свой результат. Я говорю, тут рынок, для того, чтобы понять, очень огромен. То есть, возможностей просто много. Просто вот так за пять минут, чтобы освоить это, это нереально. Это, вот я уже, грубо говоря, почти 10 месяцев, я вот, сколько день проходит, еще что-то узнаю, еще что-то узнаю. То есть, нет такого, что вот, все, вот здесь информация обрубила, закончится, больше ничего нет. Каждый раз какие-то новости, какие-то сюрпризы, какие-то вещи, которые, кажется, новинкой и вообще, ну, удивляют. То есть, нет такого, что вот, где-то на каком-то этапе становился и все. Да. И, ребят, самое главное, к этому нужно относиться, не как к какой-то там задаче, которую нужно сейчас осваивать, подниматься на Эверест, готовиться за месяц и тому подобное. Ребят, все реально очень просто. Все, что просто, со словом рост, от того, что растет. На самом деле, все очень просто. И не нужно, как бы, сидеть сейчас и думать, что, блин, я не знаю, английский, да тут еще столько всего непонятного, для меня новые слова и новые инструменты, какие-то там Google тренды и тому подобное. На самом деле, не нужно, вот честно, не нужно брать в голову все вот эти размышления, отбросьте их в сторону вообще. Это новая профессия, которой мы все, учимся. Мы все учимся, несмотря на то, что я в 2007 году торговал на eBay и очень успешно торговал, в том числе и автомобилями уже доходилось до автомобилей. Я все равно тоже учусь и каждый из нас учится. Но нас объединяет единственная в мире концепция электронная коммерция по принципу построения MLM-партнерства. И наша задача действительно каждому объяснить и каждому научить правильно пользоваться инструментом. Вот и все. А все остальное это просто полет фантазии не ограничен. Все зависит от ваших мечт, желаний и соответственно намерений. Сегодня третье число, второе число, извиняюсь, самое время для того, чтобы прописать ваши цели. А этот инструмент позволит эти цели реализовать не на 110%, а на 300%. поэтому есть на чем подумать. Вот, я можно, Алексей, добавлю, значит, смотрите, какой момент. Во-первых, по поводу английского языка. Как это ни странно, в русском языке очень много английских слов, например, там, видео, да, и так далее. Вы многие слова эти знаете. Просто, когда вы начнете ковыряться на этих сайтах, вы увидите, к своему удивлению, что там доллар, значит, доллары вы понимаете. То есть, ну и вещи вы уже знаете. Ну, да ладно. Я хотел вам отметить следующий момент. Бизнес, на самом деле, растет с колоссальной скоростью. Хотел немножко отчитаться по статистикам. За три недели к нам в команду присоединилось больше пяти тысяч человек. Совершенно невероятно. То есть, это показывает, какой бешеный интерес вызывает вообще вот эта индустрия электронной коммерции и вот эта возможность войти в сетевой бизнес на платформе электронной коммерции, ребята, это совершенно невероятно. То есть, такой статистик еще никогда я не видел в своей жизни бешеной. Я хочу сказать, что за это время по моим статистикам три-четыре человека, то есть, я сейчас буду прояснить, по-моему, четыре человека уже без пяти минут квалифицированы на статус директора. Что такое статус директора? Это 20 тысяч долларов бонус за те люди, кто закрывает в течение 90 дней. Это статус директора 20 тысяч долларов бонус, который будет выплачен в течение двух месяцев. То есть, так получилось, что четыре человека в нашей команде уже квалифицированы на этот бонус. Они-то, ребята, сделали бизнесу три недели. Мы даже еще толком-толком только начали. То есть, когда мы сейчас будем показывать людям Springboard, вы понимаете, что будет происходить? То есть, как раз то, что Ваня показывал, пример, 15 продуктов, 15 номинований каждого продукта, что-то продастся за неделю, что-то за две, это процесс. Из месяца в месяц у вас по накопительной там будет получаться только на маленьком пакете за 50, пару тысяч долларов, там будет, допустим, от 500 до 1000 долларов в месяц вы будете просто будет прилипать. Вы представляете, какое движение сейчас начнется? Я хочу сказать, что есть люди, которые сидели и ждали. Они ждали, о, когда появится Springboard, тогда я начну работать. А есть люди, которые, они решили, а что я буду сидеть и ждать? Я уже сейчас своих друзей подтянул, и они оказались в более выигрышном положении. У них уже команда тут 500 слева, 500 справа. Уже эта команда людей смотрит на этот Springboard. Уже эта команда сейчас даст товарооборот. Уже эти ребята получат комиссии не только с проданных лицензий там, они получат процент от того, что комиссии, которую берет компания Infinii. То есть эти ребята позаботились о своем будущем, и они уже сейчас себя чувствуют просто великолепно. Вот это совершенно сумасшедший задел, который они сделали, когда они начали этот бизнес три недели назад вместе с нами. Я хочу сказать, посмотрите, те из вас, кто подключился три недели назад, кто из вас подключился две недели назад, и вы до сих пор никого не пригласили в бизнес, или вы еще не оплатили свой пакет за 50 долларов, и вы что-то ждете. Ребят, я вас уверяю, через два месяца мы вам будем показывать людей, которые начали зарабатывать 20, 30, 40 тысяч долларов в месяц. В месяц. Это только начало бизнеса. Что будет происходить через год? И кто-то из вас будет кусать локти. Скажет, меня приглашали, мне присылали ссылку, мне говорили, и кто-то будет показывать, что он купил себе новую виллу на Гавайях, а кто-то так и будет сидеть и жаловаться, что он не понимает, значит, вообще, куда он там попал. Я правильно вообще хоть мысли, Леш, ты согласен со мной, что происходит сейчас? Вань, что ты вот на эту тему скажешь? Я думаю, что... Совершенно верно, да, я поддерживаю абсолютно. Поэтому любой вам совет, как я вчера делал такой месседж к Новому году, да, и что нужно сделать, ребята, это оплатить свое членство 50 долларов, пригласить в бизнес двух толковых людей, с кем вам приятно будет делать этот бизнес, с кем вы можете обмениваться информацией, кого вы хотите видеть, например, когда вы живете. Представьте, что вы переехали жить на Гавайи, на остров, да, там, на Вилансо. Кого вы хотели бы видеть соседов? Возьмите вот этих друзей, позвоните им, скажите, слушай, я нашел тему, на которую можем заработать с тобой по новому дому, на новую машину. И с кем вам интересно общаться, двигайтесь и пригласите этих людей в бизнес, пригласите, помогите им пригласить двух людей в бизнес. Мы, кстати, мы сейчас запишем все эти видеоролики недостающие, правильно, Ваня? То есть мы как бы запишем видеоролик, как загрузить эти товары на спреймборд, это все, ребята, вообще элементарная вещь. Поэтому не переживайте, мы все здесь по принципу постепенности сделаем. В конце концов, медведи на велосипедах ездят, о чем мы говорим, это не ядерная физика. Вот, значит, что мы тогда сделали? Хотел бы сделать маленькое объявление, завтра третье число, значит, разведка донесла, разведка донесла, у нас есть разведка, вот, что завтра будет очень много обновлений в компании. И держите руку на пульсе, я так думаю, что завтра где-то 8-9 вечера по Москве мы проведем встречу с руководителями компании Infinei, и я думаю, что они многие вещи вам представят. Я бы вам посоветовал, ребят, не тормозите, да, то есть это наоборот, надо как-то чуть-чуть на опережение работать здесь, это мой вам такой совет, да, вот, значит, планы следующие, у нас скоро открывается обучение русскоязычной команды в интернете, то есть компания будет сейчас обучать людей на русскоязычных, то есть русских людей, для нас специальная стратегия, как русским ребятам быстро войти в эту нишу, и начать на самом деле, как вихрь тут зарабатывать, так, к 15-му числу, напоминаю, многие материалы будут уже переведены в бэк-офисе, значит, 13-го января, вот мы встречаемся с Алексеем Риддлем, там, Нателло, может быть, еще кто-то захочет подъехать, мы подъезжаем в офис в Хьюстон, в Техас, штат Техас, мы в корпоративный офис приезжаем, встречаемся с руководителями, и мы будем оттуда вести прямой эфир, и также у нас будет несколько дней, чтобы тоже пройти какое-то обучение, у людей, которые реально прямо сейчас зарабатывают сотни тысяч долларов в месяц, в месяц, если вы вот первое мое видео смотрели с Джейсоном, со мной рядом стоял Пэриш, и его жена Ники, это реально два человека, которые на Амазоне, на Эбэе, на этой торговле, играючи, играючи, ребята, зарабатывают 50 тысяч долларов, каждый из них в месяц, вы понимаете, что это такое? Я просто к тому, что возможно нам нужно переоценить даже и количество денег, которые в нашем кошельке и в нашей жизни, вот что я хочу сказать. Вот это то, куда мы попали. Ну хорошо, значит, тогда что, Вань, есть еще что-то добавить людям по поводу всей нашей ситуации? Мы вроде пригласили показать, как Springboard работает, вроде мы это сделали, да? Ну да, в принципе, все верно. Единственный момент, вот даже, я вот сижу и представляю, вот такую вещь, что даже при небольшом количестве партнеров, допустим, возьмем, даже 100 человек будет у кого-то команда, да? Если правильно, грамотно обучить людей, здесь один человек может сделать товарооборот, как минимум, там, допустим, 50-100 тысяч долларов. Просто вот умножьте это на 100 человек, и какая-то цифра, в общем, о товарообороте получится, и вот все те вознаграждения, которые будут проходить через инфиняк, которые вот тут, товарооборот от структуры, будут вам выплачиваться, это просто нереальные цифры. Потому что вот на собственном примере у меня, допустим, каждые 2 недели где-то товарооборот идет в среднем плюс-минус в 15 тысяч долларов. Вот. И я один делаю в среднем 30-35 тысяч долларов товарообороты на Амазоне, то есть один. А если это 100 человек сделают, просто вот умножьте на 100, посчитайте, какой эффект от этого будет по сети. То есть это просто цифры нереальные. А если еще перейти на пакет Excel, и уже набрать новых инструментов, которые позволят на самом деле уже самостоятельно контрактовать товары на FBA и делать совсем другие обороты, то, конечно, да, здесь цифра эта умножается сразу как минимум на 10. Да, то есть на собственном продукте, который у меня вот стоит в Амазоне, в FBA, то есть он вот проходит как раз вот этот путь как раз продвижения. То есть единственная моя, скажем так, задача, это вот как раз сейчас продвижение для того, чтобы его вывести на страницу номер 1 по ключевому слову. Когда вот люди вбивают, они обычно вот это видят на первой странице. Если у тебя продукт среди первых, то вероятность покупки в разы повышается. На данном продукте просто вот на единице товара, проданные мне, чистый доход 10 долларов. Ваня, Ваня, можно еще для ребят, для партнеров буквально в двух словах рассказать, что такое FBA контракт, чтобы в принципе люди понимали, потому что очень много вопросов задают по этому поводу, но не все понимают, как это работает. Да, то есть здесь процесс довольно-таки очень интересный, то есть будет необходимость именно проанализировать рынок, понять рынок, как это работает. На всем этом этапе каждый столкнется и поймет эту вещь. И в принципе у вас выработается некое мнение, вот как даже по дропшиппингу, вы увидите сами, какие товары продаются очень хорошо, то есть и на праздники, и в простые дни, и у вас получится некое понимание рынка, что вот люди, какие продукты интересуются, то вот здесь как раз будет возможность иметь такой анализ и понимание рынка, найти точно такой же товар, допустим, в Китае, там за доллар, за два доллара, в зависимости от того товара, который вы заинтересуетесь. Говорится в определенном количестве закупки, оформляете полностью таможенные документы, то есть вам в Китае все производят, упаковывают, наклеивают вам, говорится, логотип, делают специальную упаковку, то есть всем вашим требованиям все это будет сделано. Отправляется, то есть с Амазона сначала вы проделаете шаг создания нового продукта на Амазоне, то есть покупаем специальный номер, то есть он называется EAN, штрих-код по-русски, да, как он называется, на все эти продукты, единицы, Амазон нам генерирует специальный документ, куда этот товар должен быть поставлен для того, чтобы он его принял и, соответственно, разместил на полке. Очень много раз вы, наверное, видели под моими видеороликами или там даже у других ребят есть, как работают роботы по складу, возят этот товар туда-сюда, то есть это все настолько автоматизировано, ваш товар, когда попадает именно на эти полки, процесс уже полностью автоматизирован, то есть вы просто, ваша задача продвинуть продукт в поиске самом Амазон, то есть для нас созданы все условия для того, чтобы поставить ту единицу товара, которая может продаваться в очень большом количестве, на ней очень много денег можно заработать, и получается, единственная ваша задача, это именно продвижение товара. Площадка сама, трафик, и все, как говорится, складские, скажем так, нужды, допустим, упаковка, отправка, службы по доставке, то есть это DHL, UPS, компания FedEx, это все полностью, весь процесс автоматизирован от А до Я, даже вплоть до того, что, допустим, вот уже даже на собственном продукте были два возврата, да, все, человек купил, цепочка пошла, мне пришло извещение, мне деньги заплатили, товар за два дня человек получил, через пару дней по каким-то причинам, то есть товар не сломан, ничего, ну, человек, наверное, увидел, что не подходит, не был внимателен, то есть не подходит к ему, к его продукту, и в принципе он сделал возврат, то есть это тоже процесс полностью автоматизирован, который меня, как-то кого-нибудь затрагивает, я только, единственное то, что я получаю, это извещение о возврате, и, соответственно, средство с моего счета просто списывается, возвращается человека обратно, товар попадает обратно на склад, на полку, для того, чтобы, когда придет другой человек, опять закажет, и он уйдет, то есть процесс полностью автоматизирован, и вот если мы научимся это применять на собственном примере, то вот, проделывая с одним продуктом этот весь путь от А до Я, мы можем потом дублировать два, три, четыре, пять разных продуктов, и автоматизировать весь этот процесс на автомате, то есть не завися вообще от никаких инструментов, единственное то, что вам не будет необходим, либо компьютер, либо если вы в дороге, это смартфон, в котором будете просто получать извещения о ваших продажах и отправке ваших товаров, и соответственно, каждые две недели перечисление средств на полном автомате на ваш набанковский счет. Ну и конечно, стратегия, это как раз выявить ежеквартальное и определенное количество товара, которые надо будет постоянно пополнять свой склад, для того, чтобы процесс, как говорится, не прерывался, чтобы он постоянно стабильный. И это все будет доступно на пакете Excel, который будет закреплен еще в сеть. Представляете? Да. Просто как у вас нужности нет ни у кого. Это вообще один из очень хороших моментов. Почему? Потому что, наверное, люди должны пройти полностью вот это, то есть через себя пропустить и понять рынок. А вот как после начинают понимать рынок, они в том понимают, что самая интересная вещь, самая простая и самая, допустим, доступная, это площадка Amazon, который все сделан на полном автомате. То есть, это один из самых уникальных вообще инструментов, который существует в интернет-коммерции во всем мире. Столько все автоматизировано и сделано без нашего какого-либо участия. Единственная наша задача это анализ рынка, это произвести, заказать, отправить в Amazon, поставить на полку, автоматизировать весь процесс продаж. Единственная наша задача это именно продвижение. Все остальное на полном автомате. Ну и к этому все те ребята, которые все это поймут, все вот эти ребята, которые будут прикладывать эти усилия и понимать эти вещи, вот они придут в конце именно к вот этим как раз возможностям. То есть, представление, то есть, брендирование своего продукта. Можете даже с сегодняшнего дня думать о каком-то универсальном бренде, который может быть применен к ряд товарам. И, соответственно, это можно будет регистрировать как на Амазоне, так и через другие площадки, потому что вот мы даже на днях с Алексеем сидели, обсуждали вот площадку Бонанза и ряд вот этих дополнительных площадок, которые тоже можно торговать. Оказывается, это все в нашей системе синхронно, осуществляя одну работу, оно сразу расходится по всем площадкам. То есть, вероятность продажи, вот как я сижу только на Амазоне, если я вот возьму на вооружение все площадки, у меня практически, вот которые я сегодня вам показал, там Бонанза, Шопифи, Амазон, Эбэй, то есть 4 площадки. То есть, вероятность продажи в 4 раза увеличивается. То есть, если я делаю только на Амазоне 30-35 тысяч товароборота, а если на 4, просто умножайте на, грубо говоря, даже на 3 или на 4 раза, это около 100 тысяч товароборота 1 человек. А если это будет у вас в команде обучено и пошагово сделать то же самое, 100 человек, это просто уже цифры, конечно, зашкаливает этот предел. И самый главный вопрос снимается здесь с точки зрения откуда деньги иллюсят. Все прекрасно понимают, что этот вопрос актуальный и очень часто задаются на старте решения эфир. И, соответственно, здесь все прекрасно понимают, что такое торговая наценка. То есть, торговая наценка это реальная коммерческая наценка, которая существует на всем процессе этапа от производства до реализации. И, соответственно, деньги эти зарабатываются абсолютно прозрачны, абсолютно без всяких скрытых схем. И каждому абсолютно понятная схема по заработку денег. Ну и понятно, что нам компания с лицензией дает 70%. 64, которые... Сколько там? 63 уходят... 64 уходят в сеть, а 6 уходят в фонд. То есть, здесь просто работой не хочу, я так скажу. Ну, новая профессия? Это все? Да, новая профессия. Профессия третьего тысячелетия. в принципе... Вань, такой вопрос по поводу Амазона. Я просто... Мы немножко уходим за темы нашей встречи. Люди задают вопрос по поводу открытия счета на Амазоне. Вот, они, допустим, в России открыть счет на Амазоне. Можешь чуть-чуть прокомментировать, может что-то показать или просто сказать, что... там принцип простой. У меня есть тоже на YouTube-канале этот ролик, то есть, по регистрации Амазон, там по шагу полностью от А до Я. В частный момент, как я в ролике с Амоном тоже указал, нет Казахстана, нет Молдовы, да, а Россия есть, но там вывод средств через карту Пионер, и там необходимо, именно когда вы делаете всю регистрацию и проходите весь этот процесс к добавлению платежной системы, вот как раз необходимо осуществить именно выбор перехода на систему Пионер, для того, чтобы синхронизировать ваш кошелек Пионер с Амазоном, для того, чтобы средства вводились, как говорится, на данную карту Пионер. Допустим, тех ребят, которые в Казахстане или в Молдове, есть возможность зарегистрироваться, как, допустим, либо с Россией, либо с Украиной, либо с Белоруссией, кстати, в Белоруссии есть, и указать, допустим, адрес проживания в России или в Украине, а, соответственно, уже там будет необходима как раз возможность второй шаг, то есть добавление вывода средств, это как раз будет тоже Пионер, но Пионер уже надо будет делать, конечно, на свой адрес проживания, и вот таким образом все это проходить, то есть это не проблема, это не сложность, вот единственный момент, мы еще тогда с Алексеем смотрели по налоговому документу, это уже такая отдельная тема, и я вот там тоже указал, потому что при регистрации в Амазон Аккаунте у вас есть два варианта, это либо как физическое лицо, либо как юридическое лицо, то есть к этому надо отнестись тоже серьезно, и как раз вот все-таки надо будет думать, какой у вас в итоге будет бренд, как вы назовете свой магазин, и, конечно, в будущем получая такие доходы, то я думаю, что в той или иной стране налоговое и так далее надо будет отчитываться и реально показывать, откуда вы зарабатываете деньги и как это все правильно осуществлять. Алексей, мы тебя не слышим. Да-да-да. Я еще хотел поделиться небольшим лайфхаком из сферы апп-приложений, то есть у Амазона есть еще дополнение, Иван, к твоему месседжу по регистрации счета. У Амазона есть вот еще такое приложение, называется Amazon Seller, которое идет в виде эпки. Для русскоязычного рынка, к сожалению, эта эпка недоступна, то есть ее невозможно даже найти в App Store, если это MacOS, ну то есть если это Apple, и, по-моему, в Google Store или как он там называется? Google Play. Google Play, если это, да, Android. Так вот, есть такой лайфхак, что вы можете просто поменять вашу геолокацию, поменять, допустим, с Россией на Соединенные Штаты, и тогда вы можете спокойно зайти в App Store и скачать себе этот Amazon Seller и настроить его под свой аккаунт. И, в принципе, он очень хорошо работает, я им пользуюсь, все на автомате, управление к складам своим без проблем. Поэтому запишите как лайфхак. Это вот по принципу тоже, я, допустим, выезжаю в город, и у меня стоит это на планшете, и оно дает сигнал, то есть, когда продаж заходит, если одна за другой, так прямо идет и пилинг идет. Пинг, 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 пинг. То есть, продажи идут. И, в принципе, ты уже знаешь, что у тебя процесс, как говорится, в работе. Ну что, наверное, подведем какие-то итоги. Алексей, и тут. Алексей, наверное, что-то отключился от нас, или где он. Вроде здесь, но вроде... Я думаю, что на сегодня предостаточно информации, чтобы люди все-таки освоили, разобрались во всем этом, и, в принципе, надо понять, в какой среде они оказались, и постепенно все это изучая, не торопясь, прикоснуться ко всему этому, и, конечно, в итоге все равно рано или поздно каждый человек, который хочет освоить эти все инструменты, эти все возможности, поймет, что это такое, как с ним работать, и как данную возможность именно брать свой основной заработок, свою основную профессию, и двигаться в этом направлении. Я думаю, что многим это понравится, и меня уже, как говорится, от этого дела не оттащить, потому что... Ну, я думал, что немножко это сложно, да, изначально, из области фантастики, а сейчас я понимаю, что это совсем другие вещи, и возможности просто колоссальные. Но это равносильно то, что было на земле, торговали магазинчики, рынки, а это все сейчас переносится виртуально, но только более профессионально и более автоматизировано. То есть, это простому продавцу на земле сказать, что я могу купить товар из Китая, сидя дома, не выходя никуда, отправить его в Соединенные Штаты, там примут его на склад, разместят на полку, и, соответственно, он весь этот процесс автоматизирован, то есть, от заказа, отправки и доставки он скажет... При этом я нахожусь где-нибудь там... На Малии, где-либо... Да, то есть, это процесс вообще вот на самом деле такой. То есть, многие, наверное, не поверят изначально, но вот когда столкнутся с вот этим, они вот это все ощутят и поймут, как все это работает. Алексей, еще такой вопрос, Иван тоже. Скажи, пожалуйста, в какую-то минуту нам понадобится американский адрес, например, для регистрации на eBay или где-то там? Есть такая или необязательно? В момент регистрации или это не нужно? Это надо будет, когда мы будем использовать инструмент и указывать... Да, Вимфинья, то есть, показать, что реально отправка начинается, допустим, с такого-то индекса, то есть, адрес, допустим, Нью-Йорк или Вашингтон или другие города, для того, чтобы все это автоматизировать, а не было так, чтобы отправляющий именно с России этот товар куда-то вообще в Соединенные Штаты, потому что процесс немножко другой. Здесь надо будет... Ну, это мы покажем, например, мы с этим познакомим обязательно. У нас есть... Мы нашли компанию в Америке очень такая надежная, которая предоставляет американские адреса и мы запишем видеоролик на эту тему и ссылку дадим и зарегистрируемся, там ничего сложного нет. У вас будет у каждого свой американский надежный адрес, это не почтовый адрес будет, а реальный адрес. На него там может приходить к вам почта, по вашему пожеланию ее могут открывать, фотографировать вам там, уничтожать, если вам это не нужно, то есть пересылать, то есть это будет... Это хорошее вообще в целом иметь. Если вы путешествуете, то вообще стабильная даже точка такую неплохо иметь. Ладно. Ну что, ребята, тогда надо сейчас... Мы ждем сейчас обновления системы Infinii. Я думаю, мы так плотно поговорили с ребятами. Сейчас все знают, что пора им делать апгрейд на пакет 50, кому-то уже пора делать апгрейд на 150, заводить, значит, небольшие деньги на покупку этих товаров, небольшие суммы, совершенно там, можно начать с 50-70 долларов, как я понимаю. Вот. И в принципе начинать уже двигаться, подключать людей к систему и что, ставить, как сказал Алексей Ридель, ставить планы на 2016 год. Вот. Я считаю, что если ваши планы не вызывают у вас мурашки на спине, значит, планы достаточно большие. Да. Ну, я хочу тоже еще добавить буквально одно слово. Я хочу, чтобы каждый партнер прожил вот эту эмоцию первой продажи, потому что вот только эта эмоция начинает показывать, что насколько это круто, когда ты видишь, что по сути, сидя дома, ты разместил товар, который стоит там 50 центов, а продал его за 10 долларов, ну, я к примеру, да, и ты заработал на этом там 7 долларов 50 центов за вычетом всех таксов, вот эта первая эмоция такая, вау, будет 100 товаров или когда это будет 7 с половиной тысяч долларов, то это будет тройное вау. Поэтому я желаю всем прожить эту эмоцию. Ну, то есть по логике, да, это очень классно, это как первый поцелуй, то есть по логике мы можем сразу некоторые вещи расставить, например, это как первая продажа или первый партнер, там первые тысячи долларов или там первые 5 тысяч долларов заработаны, первые 50 тысяч долларов, первый миллион долларов, то есть такие большие вехи, здесь есть куда стремиться, это классно. Ну, супер. Хорошо, ребята, значит, мы завтра, как я напомнил, завтра мы вам также пригласим вас на встречу с руководством компании по поводу большого количества обновлений, мы кое-какие вещи уже видели, то есть, поэтому мы знаем, что там все ожидать в какой-то степени, и это на самом деле ошеломительно, то есть это реально ошеломительно, то есть компания, все эти выходные, все новогодние праздники, на самом деле работали люди в поте лица в три смены, чтобы это все порадовать нас и запуститься. Хорошо, Вань, тогда давай закругляем эту встречу, мы желаем всем всего самого хорошего, и я желаю всем, чтобы испытать такое ощущение, когда первый раз вам придут сразу за один день так 20 продаж, то у вас ладошки вспотели и вы думали, что делать, блин, куда бежать, вот это, конечно, ощущение просто невероятное, то есть на собственном примере, значит, и как страх, и ужас, и какое-то такое внутреннее состояние необыкновенное, это с чем не передать, я не знаю, это все надо ощутить на себе, и потом скажут, вот точно тогда ребята говорили, и вот оно на самом деле вот такая вещь, так что, я думаю, что на сегодня все, спасибо у вас, спасибо, два Алексея, за такую интересную встречу, да, и довольно текущей информацией, каждый поделился своим видением, мнением и пониманием того, где мы находимся, так что, действуйте, с вами был Иван, Алексей, еще раз Алексей, всем пока, всем пока, всем пока, ребят,